45 лет. Болит левая нога. Вся. Мучает боль 5 лет. Непонятно что. Парадокс. МРТ. Идеальное поясничного отдела. А в ноге стойкая боль. Все разводят руками. Ладно, на грыжу можно было списать, хоть как-то ее прооперировать. А тут и некуда свернуть. Отмечают стойкие болевые ощущения в левой ягодице. Эти болевые ощущения разливаются на бедро, особенно под седалищным бугром. Это складка седалищной бугром. Дальше боль тянет по задней поверхности бедра, спазмируя и сокращая эти мышцы. И все остается у нас в голени. Пальпаторна, вся левая нога, она просто деревянная. Сейчас у нее не самое острое состояние, потому что самое острое будет характеризоваться жгучей болью, как будто туда засунули спицу и проворачивают. Правильно или нет? Правильно. В народе это называется воспаление седалищного нерва. Ишиаз так называемый. Лечат его инъекциями, блокадами. У меня есть видео в ютубе «Два вида боли в ноге». Это вот как раз вторая, второй вид боли, хронический который, характеризуется сначала спазмом средней ягодичной мышцы. Все массажисты и люди, которым интересна эта тематика, берем блокнотики и ручки. Я эту информацию искал в последних 10 или 12 лет своей жизни. Эта проблема связана с ягодичной мышцей. Болевые ощущения начали развиваться именно в ней. Сначала подтягивала ягодица, тянула куда-то по бедру. Но проблема, обретая хроническую форму или хронический характер боли, задействовала уже и мышцы, которые ротируют и стабилизируют непосредственно сам тазобедренный сустав. Это глубокие мышцы, к ним относятся грушевидные в том числе. Так вот, сейчас мы имеем клинику как раз таки пресловутого седалищного нерва. Стопа немеет, нет? Иногда. Уже и есть неврология с онемением в стопе. Основная боль и проблема, которая характеризует онемение, связана с бедром. Вот сюда я и попал, и вот она будет неметь. Просто деревянная дубовая стопа становится. Это раз. Когда подключается бедро после ягодицы, это говорит о хронической форме. Болит год, два и больше. Но как мы будем выстраивать нашу реабилитацию? Сначала мы проработаем ей среднюю ягодичную мышцу. Это будет не быстро. Поскольку проблема обрела хроническую форму, значит и лечение будет таким. Но я очень хочу заблуждаться и очень хочу, чтобы я был неправ сейчас в этой истории. Сначала мы проработаем среднюю ягодичную мышцу. Дальше мы все внимание сакцентируем на грушевидной мышце. От крестца проработаем до большого вертела. Бедро мы трогать не будем. Поскольку прорабатывая бедро, мы получим только обострение по всей ноге. И она закончится там ходить сразу, как только начнет. Чтобы она не пугалась этих обострений, мы будем сначала задействовать только среднюю ягодичную и только голень. Чтобы объем движений становился больше. Дадим ей растяжку. Она будет тянуться и будет все ответственно выполнять. Правда? Отлично. И потом постепенно избавим ее от боли в ноге. Это, к сожалению, не лечится ни инъекциями, ни капельницами, ни блокадами, ни мануальной терапией. Ничем, практически ничем, кроме миопрессуры. Все, мы ее берем в работу и надеемся на положительный результат. И очень хочу снять ее повторно вам видео через неделю, а то и две.